И всем привет, ребят, с вами с Траваникой, я еще записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас на обзоре одно очень интересное устройство, которое относительно недавно поменялось в лучшую сторону в своем балансе. Сегодня вместе с вами мы поиграем на смоке с легендарнейшим устройством, которое называется Автопушка. Говорят, что именно это устройство очень сильно изменилось в лучшую сторону, и я сам лично тестировал это устройство на своем основном аккаунте, где играл с Дикой Смокой на мега донатном Айке. Ну а сегодня пришло время протестировать это замечательное устройство уже на моем основном Айке, посмотрим, что у нас из этого получится. Скатаем вот на такой интересной комбине видеореса смоки с дронов Кризис, если вдруг нас будет сливать быстро, то мы переоденем Кризиса на как раз-таки Гипериона. Ну а вы, конечно же, не забывайте поддерживать видос лайками, если вам нравится игрового формата видеоролики, также не забывайте подписываться на этот замечательный канал, и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу. Тегу Тимпэ, который можно найти в настройках игры в аккаунтике, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. Ну а я отправляюсь в бой, не знаю даже какой режим мне выбрать, давайте просто пикну быстрый бой, в зависимости от карты, если что, вдруг может быть, если там плохая будет, то я перепикну. Но если будет хорошая карта, то в принципе мы сразу на ней встанемся и постараемся максимально четко реализовать эту замечательную комбинацию. Смока с автопушкой наконец-таки начал вносить большее количество критов, которые не хватали этой пушки, но и в целом урон какой-то стал неплохой в секунду залетать, да, то есть ДПМ в секунду стал, ну, хороший, 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 хороший. Пойдет, конечно, опачки, это куда меня закидывает? Меня закидывает на мой уровень? Не, ну если меня закидывает на мой уровень, то мы, конечно же, на этом уровне остаемся. На таком уровне автопушка точно должна давать контенту, посмотрим, насколько плотного и насколько жесткого контенту она сможет выдать. Закидывает нас прям, ну, к супер маленьким званиям, ну, посмотрим, посмотрим, что у нас из этого выйдет, если в такой катке удастся хорошее количество очков набить, то это уже будет неплохой показатель. Ну, из такого боя просто-напросто, ну, я не могу выходить, да, то есть как бы я бы не хотел бы, к сожалению, когда матчмейки мне предлагают, мой уровень, выйти с моего уровня я уже никаким образом не могу. Так, ну, и если у нас вдруг быстро досрочка здесь будет тоже в этой катке, то я думаю, что мы еще одну каточку вместе с вами сыграем. Что касаемо автопушки в целом, я записывал видос, я записывал видеоролик, в котором я говорил, что эта пушка, автопушка, это устройство является намного слабее даже дефолтной смоки, после чего произошел ап этого устройства. Незначительный, да, не особо сильно что-то поменялось, но поменялся крит, а за счет этого крита как раз-таки с таким устройством, как, ой, устройством, говорю, с таким дроном, как Кризис, есть возможность наноса единичного быстрого урона, хорошего урона, да. И за счет этого как раз-таки уже автопушка стала смотреться намного круче, намного интереснее. Но все равно я бы сказал, что это, ну, наверное, еще не тот уровень, который может быть или который был у нас раньше с этим замечательным устройством. Ну ладно, мы, в принципе, катку имеем, имеем, поэтому будем сейчас пробовать накидывать здесь урон. Я так понимаю, что это будет у нас быстрая досрочка, ну и после уже этой досрочки мы отправимся в еще одну катку, где, я думаю, что нас уже закинет нашим званием, и там уже будем пытаться тоже сделать хороший результат. На этой смоке вообще, в принципе, можно играть пассивно, можно особо сильно не пикать, не открываться под противника, и даже просто стоять на своем респе, на базе, и очень вкусно накидывать урончик. 2000 дает она критовой смоки, если у нас танк противника без ДАшки, без резиста, является ваншотом, и что является вообще, в принципе, хорошим уроном. Поэтому будем стараться, будем стараться накидать и против наших плюс-минус званий хорошее количество очков, потому что эта катка должна быстро-быстро-быстро досрочно завершаться. Ну а мы уже после этой катки полетим в следующий бой, и будем стараться как можно больше накидывать и выигрывать на этой замечательной автопушке. Можно, конечно, даже пикнуть в условную ТДМ-ку, и скатать этот замечательный режим, потому что в ТДМ-ке будет наглядно видно, насколько сильна эта смока, и насколько большое количество очков она там может набрать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Пикнем быстрый бой, а там уже решим, если наши сейчас игроки доставят. Быстро последний флаг, потому что здесь уж точно я не пойму, что показывают мои смока, потому что здесь прям противник мега слабый, у которого нет абсолютно никакой прокачки. Да, с такими прокачками, конечно, здесь уже далеко противник не уедет, хоть уже там к ним и легенду подпикнуло, но все равно там довольно большое количество игроков с как раз такими маленькими званиями. Да, против такого противника по ощущениям там и 100 киллов на каком-нибудь грамме с вакуумкой можно было бы набить. Так, жиги, конечно, мне надувают очень неплохо. Наши тиммейты, я не понимаю, будут вести последний флаг, а то такое ощущение, как будто я тут с полной боя буду играть. Никто не хочет увозить. Так. Препарировали, пробуем. Еще чуть покидать. Если честно, особо и не такое большое количество критов. Особо и не такое уж и большое количество критов улетает, потому что когда я отбирал на мега донате, казалось, как будто летит больше. Да, ну а использовать эту смоку, например, с автопушкой, с, ну, например, диктатором, но я не считаю, что это максимально актуально. Да, то есть, если у меня есть выбор использовать с диктатором или аресом, я думаю, что лучше я буду использовать, конечно же, с аресом. Эту замечательную смоку на аресе у меня будет больше возможности реализовать вкусно свой овердрайв. Итого, за 5 минут я набрал 27 килов. Очень неплохо. Но это против маленьких званий, да. То есть, это против моего плюс-минус уровня. А вот что покажет эта смока против сильного противника? Сейчас мы вместе с вами посмотрим, посмотрим, посмотрим. Посмотрим, что она сможет дать против хорошего сильного противника. Потому что против сильного противника, возможно, у нас бы начнутся проблемы. И уже не все так будет четко и гладко. Так, закидывает меня с легендами. Два резиста у нас от смоки. И меня закидывает в режим осады. Арес здесь можно будет очень неплохо реализовать. А вот насколько хорошо здесь можно будет реализовать мою пушку. Против ховертанков, конечно, очень тяжко. Прям мега тяжко, когда они еще начинают стрейфить. Сделать что-либо очень и очень тяжело. Так, викинг есть у нас. Попробуем по нему покидать. Попробуем его слить. Не знаю, получится или нет. Тысяча урона баха дополнительно. Аптечка, конечно, сбивается у противника. Ну и плюс киллочек мы делаем. Две тысячи скрита. Хороший урон. И еще добавка. Так, напишем молодому пушку. Так, ну и здесь идет игрок с резистиком уже. Под захват точки. Мне бы особо сильно не хотелось под него пикать. Так, а вот этот шафт начинает придерживать точку. Сольют ли его? Ой-ой, сколько противников. Сколько противников летает? Не, по ощущениям мне надо брать здесь гиперионуса, наверное. Если я в упоре стою, то здесь в ДДшке я уже урон понаносить не смогу. Потому что мне уже тоже будут залетать очень и очень неприятные тычки. Но если, конечно, на дистанции накидывать урон, то на дистанции, наверное, будет неплохо. Так, опять стрейфит корпус. Бан, против стрейфящего хопера очень тяжело, если честно, попадать. Очень сложно попадать. Это, как говорится, ну такая тяжелая-тяжелая задачка. Так, ну и пока у нас только 2 кила. По урону слабовато. Слабовато, слабовато. На мега-донате все-таки казалось, как будто прям это смака делает джазу и может очень плотно накидывать. Сейчас я вижу, что, ну далеко все не так. Далеко все не так, как хотелось бы. Да, урон как бы идет, но не такой, что прям космический, какой-то бомбический. Да, то есть все равно этого урона мало. Да, то есть даже за одну простую тычку этого урона будет мало. Ну и еще учитывайте тот фактор, сколько смог летит мимо противника за счет того, что либо корпус стрейфит и я просто не попадаю, либо за счет того, что он проходит выстрел над танком из-за того, что у нас смака неправильно оптимизировано в игре. Да, поэтому очень большое количество выстрелов летит как раз-таки не по противнику, а мимо противника. И за счет этого вы не реализуете максимум своего вооружения. Так, 6 киллов у меня, 140 очков. Смотрим вообще, насколько мы здесь сможем выйти. Тыщеночку сможем приподнять или не сможем? Овердайв у меня уже появляется. Попробуем сейчас реализовать его. Попробуем дать контента какого-то с этим оудиком. Подождем, наверное, противников, которые должны еще побольше подъехать. Особо противников сейчас на точке нету. Но вообще у нас есть шанс сейчас захватить эту точку. Нет овердрайвов у противника особо. Зачем только меня толкает вот этот вот замечательный человек. Я не знаю, что делают эти игроки. Зачем они толкают? И чем вы занимаетесь такой ерундой? Так, мама тут у нас сжимается. Значит, я могу пока что не сжимать свой овердрайв. Пока у нас еще кто-то живет. А вот сейчас, сейчас добавочку. О, конечно, страховочная такая была, чтобы точно на верочку захватить и подхилить тиммейтов. Но, наверное, можно даже было бы и не давать этот овердрайв. И все равно бы эту точку захватили. Ну ладно. Захват есть. 1-0 есть. Точка, скорее всего, справа. По дефолту нет. По центру появляется. Решил они прокать немножко. По другой схеме. Так, диктатор раздается. Ну и мне прилетает еще одна тычка плотная. 6 на 7. Максимально плохой счет. Для такого танка. Для ареса. Да, с аресом все-таки, но пушки должны наносить хорошее количество урона. Да, потому что тут есть возможность подольше пожить. А у меня, я живу, а киллов особо сильно от этого дела не прибавляется. Может мне стоит пытаться накидывать каждому противнику по чуть-чуть. Да, чтобы с каждого по 7 очков зарабатывать. Есть такой вариант еще у нас отыгрыша в матчмейкинге, который я раньше тоже практиковал. Ну вот, конечно, когда по легкому танку ты ваншот такой даешь, это вкусно. Это вкусно. Это очень вкусно. Побольше бы таких критов. И, возможно, бы смока смотрелось бы совсем по-другому. Смотрелось бы на совсем другом уровне и совсем другом интересе. Но насчет того, что можно накидывать урон по каждому противнику по чуть-чуть, это точно рабочая тема. Я ее практиковал на вулкане. В принципе, с такой смокой, у которой такая быстрая скорострельность, эта вещь тоже работает. И вы очки саппорта на постоянной основе по 7 очки можете также зарабатывать. Да, поэтому можно накидывать по всем противникам сразу по немножко урона. Ну а дальше там, если есть возможность, то можно кого-то подслить. Можно кого-то уничтожить. Можно кому-то тоже что-то покидать. Но самое главное контролить точку. Нельзя отдавать точку противнику. 9.20 у нас до конца. Но по ощущениям пока что смока с пульсаром точно смотрелось интереснее, чем эта смока с автопушкой. Даже при том раскладе, что ее апнули, она все равно не дотягивает. Не дотягивает она до того уровня, чтобы я сказал, что она бомбическая. Не дотягивает. По дефолтной устройству, наверное, все-таки оно будет лучше. Причем дефолтная. То есть за счет вот этого апа. Она стала поинтереснее смотреться. Но не настолько интересно, чтобы я сказал, вау, вот это устройство. Вот это контентичек. Вот с этим устройством можно давать джазу. Это еще при том раскладе, что я практически на постоянной основе стреляю по безрезисту. То есть если бы я бы еще пострелял по резу, то это вообще было бы габелло. Но вот единственный плюс, это то, что можно накинуть одну тычку, да, и 7 очков с этого игрока забрать. Это да, это хороший плюс. Так, ладно. Что у нас тут есть? Захватик есть. Викинг у нас Оуди не прожимает, нет? Ой, Оуди, говорю, не прожимает. Дэшку. Так, пока что точка держится. Наш тиммейт прожимает овердрайв. Хорошо. Четко. Попробуем сейчас, если что, ужать еще свою сарделью. Так, пытаются они захватить. Пытаются захватить. Ой-ой-ой, плохо. Шар в шар. Отлично. Шар в шар рабочая тема, когда противник на полном захвате. Идеально. Успел затаймить, чтобы сбить захват. Но за счет этого я дополнительно себе очков никаких не получил. Все, что я сделал, это чисто подсаппортил своей команде. И попытался подсейвить как раз-таки точечку. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я, честно говоря, не удивлен. Но я и думаю, что вы тоже не удивлены. Потому что я упал в минус. Я все-таки, ну, мастер. Мастер в этом деле я мастер. Поэтому, ну, тут уже, как говорится, ничему удивляться не стоит. Так, только у нас точка. Ага, все хорошо. Обнулилась. Шикарно. Бомбически. Надо выигрывать эту катку. Ни в коем случае нельзя ее отдавать. Ну, бля, на 400 очков. Я смотрю на эти очки, и у меня что-то как-то аж плохо становится. Когда у меня 400 очков за такой долгий период времени, это, конечно, очень плохо. Мега плохо. Мега плохо. Так, ладно, пробуем накидывать. Давайте, наверное, даже гипериона возьмем, как я уже хотел. Изначально. А то я по итогу потом не возьму. Мне будете писать в комментариях, что да, блин, ну ты бездарь, конечно. Ну, гипериона же надо было одеть. Ты же на ДД-шке сливаешься, как мясной тип. Поэтому я уже читаю эти комментарии. Чувствую. Чувствую, чувствую вас. Поэтому я уже сразу переодеваюсь. И гипериончик, чтобы дольше жить. Так, и у нас овердрайв прожимает противничек. Чуть-чуть улетаем. Точку придерживаем максимально долго. Но все равно меня сливают. Теперь главное, чтобы у меня левого дальнего респа не было, потому что вчера я тоже на стриме играл на этой карте. Или позавчера. И меня как начало респить в плохих зонах. Это вообще был ужас. Когда я взял гипериона на респе. В плохих зон потом, конечно, очень тяжело, что либо сделать. Так, пробуем сбить захват. Гиперион еще чем хорош, что у него очень быстрый кулдаун. Аптечки. Да, то есть его очень легко в этом плане реализовать. Можно по вкусному. Ну вот и мой самый любимый левый респик уже тоже подъехал. С которого на гиперионе на респе ну крайне долго ехать. Прям мега долго. Противник может эту правую точку уже успеть захватить, пока я доеду. Пока я что-то придумаю. Так, наш тиммейт придержит вообще. Пытается, пытается удержать. Пытается... Нет, забирают все-таки. Все-таки забирают противники. 450 очко. 11 на 20 на рейсе. Боже, это так плохо. Это ужасно плохо. Это прям мега плохо. Левую точку это единственная точка, которую мы можем захватить. Если даст, будет хорошо. Но ее даже не дает. Дает просто центральную. Пытаюсь слить викинга. Отлично. Уничтожаем его. Подрывник в упоре. Пытаемся откатиться от него, чтобы он меня не слил. Своим. Овердрайвом. Овердрайвом, говорю. Дроном. Так, но все равно все. Максимально, максимально печально. 500 очков за 11 минут на таком вооружении, в таком режиме. Это очень, очень, очень плохо. Это прям мега плохо. Да, можно сказать, что я не прожал здесь ни одного хорошего овердрайва. Вот это первый, который более-менее на 4 танка здесь раздается. Но мы же должны рассматривать не только мои овердрайвы Сареса, а также то, что может сделать моя пушка. А пушка пока что, ну ничего такого сделать не может. Не может она накидать хорошего количества урона, чтобы я себя здесь комфортно чувствовал. Да, чисто на саппорте по каждому по 50 урона я накидать могу. Но не более того, как говорится. Ну еще и сколько смог летит у нас сквозь противника. Это просто ужас. Отличная бомба от нашего тиммейта, которая позволяет нам поддержать еще эту точку, но, по крайней мере, не отдать ее противнику в эти секунды. Так, ну и может быть есть шанс, что я еще один овердрайв накоплю. Гипреон, кстати, поинтереснее смотрится с этой аресосмокой. Возможно, стоило сразу его одеть. Вот и криты сразу пошли поинтереснее. Так, каждому по 5 урончика накидал. Хорошо. Так, Хоппер прожимает свой овердрайв. Сбивает меня с точки. Так, ну и сейчас бы овердрайв бы ареса какой-нибудь бы кто-то нажал бы. Был бы отличный шанс на отхват этой точки. А вот и овердрайв арес, кстати, залетает. От Влада 13-13. Так, и ему еще ответка вылетает, но точку мы скручиваем. Пока держимся как-то. Все равно хоть по счету проигрываем, но стараемся немножко держаться в этой катке. Стараюсь я тоже чуть больше накидывать. Хоть и если честно не сказать, что супер много, но что-то, что-то летит. 600 очков. Три минутки до конца каким-то магическим образом до 1000 бы долететь бы тут. Я был бы мега рад. По ощущениям, конечно, 1000 здесь не пахнет. Даже близко. Сколько у противника вообще очков? У первого 800. У нашего тиммейта 900. У первого. Да. Хороший результат. Да, конечно, маловато. Маловато урона. Сейчас наглядно видно, что все-таки все равно маловато урона. Залетает у нас. Да, против каких-нибудь крепочков, против маленьких званий. Это устройство тоже может себя неплохо показать, но против хороших званий, против сильного противника. Ну, как сильного. Просто противник какой-то прокачан. Который прокачан, но уже это смыка не будет показывать должного хорошего результата. Да, ты можешь покидать урон, да, ты можешь чуть посаппортить тиммейтам, но все равно это будет намного меньше, чем, например, урон от какого-нибудь страйкера, либо грома, который может в моменте просто решить все соло своими руками, да. Это все-таки устройство соло своими руками вряд ли что-то сможет сделать. Но вот то, что мы можем камбэкнуть сейчас в моменте, это точно факт. Так, пробуем этот камбэк устроить. Пошел у нас захват. У меня 95% овердрайва. Сейчас бы какой-нибудь саппортинг от тиммейтов, но саппорта нету. Полторы минуты до конца, 700 очков у меня. Прямо сейчас попробуем прожать вкусный овердрайв, потому что противник уже становится под точку. Но я готов, нет, не готов, не буду делать. Бомбочка хорошая, вкусная сработала от нашего тиммейта. Так что противников особо на точке я не вижу. Соответственно, попробуем придержать и просто покидать урон. В очередной раз Изида пытается по мне очень много урона накидать и сливает даже меня. Так, минутка до конца. Мама отвезает, начинает сливать нашего противника. Падает также овердрайв, овердрайв голд на центре. Попробуем прожать овердрайв под этот голд, чтобы набрить типов. Выжимаем оудик, раз килл, два килл, два килла всего лишь, хотя оказалось, что там будет двадцать два килла. Ну ладно, ничего страшного, пойдет. Так, 50 секунд до конца. Ну и по ощущениям точку мы уже эту никаким образом вместе с вами не захватим. Хоть я и вышел на восемьсотку и сто процентов уверен в том, что гиперион лучше, чем кризис на этой комбинации. Поэтому если вы берете аресу смоку, всегда держите в голове, что у вас есть возможность взять, ну если у вас есть, конечно, вот такой вот замечательный дрон. С ним уже играете и стараетесь как можно больше очков набирать. Но у нас тем временем 15 секунд до конца боя. Ну и это поражение с восемьсоткой на аресу смоке. В целом я могу сказать, что это устройство стало лучше, сто процентов стало лучше, стало сильнее, но все равно не дотягивает до уровня, например, той же смоки с пульсаром, да, либо даже смоки на какую-нибудь дальность, на которой каждый выстрел будет проходить четко в цель, да. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу этой автопушки, играли ли вы на ней вообще в целом. Обязательно поддерживайте данное видос лайками, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мастер Ванников, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok